Итак, всем привет! С вами Вероника Б. Суперлайкер. И да, настал момент айсберга по королевству Вероники. Итак, начнём. У нас будет верхушка, поверхность, мелководие, глубины, бездна и пустота. Верхушка. Семья Бэксторма. На данный момент известно, что Бэксторм жил в богатой семье. Недавно узнаётся, что у него есть сестра и брат. Сестру зовут Алла, а брата Пиво. Странные имена. Имя Пиво произошло, что отец Бэксторма любил Пиво, акули-плавник. Так и в честь Пиво и назвал. Скрытое имя. Макса изначально назвали Нёрки, но чтобы никто не узнал, что он пират, он придумал имя Макс. Веронике и её команде он рассказал, что его зовут Нёркин. Дали ему такое имя в честь рыбы. Вероника Кролик. Вероника раньше была кроликом, но все анимации с ней, увы, были удалены. Можем предлагать, как она выглядит, но всё равно то, что она белая и с голубыми глазами, мы точно помним. Поверхность. Варя. Варю раньше звали Маргарет. Это её прозвище, чтобы её никто не нашёл. Ведь она воровка, также настоящие её глаза карии, а не зелёные. Зелёные глаза – это были всего лишь линзы. Персонажи, которые не вошли в анимации. Кукловод. Владеи, которого встречали главные герои. Джуди, Молли, сестра кукловода. Джуди, Молли, сестра кукловода. Гром, парень Молли и так далее. Гибриды. Гибридами являются очень много горожан. Но самые известные – это Энбер, Энди. От одних родителей. Мать кошка, отец собака. Молли, кукловод. Родители. Мама – грызовой дракон, папа – дракон воздушный. Вероника, Наташа. Родители. Мама – кошка, папа – дельфин. И так далее. Мелководие. Заброшенные сериалы. Их очень мало, но для канала это является поражением. Три собаки. Есть тизер, но, боюсь, серий может не быть. Кошечки. Есть первая серия, но не будет вторых и остальных серий. Побег. Ничего, кроме Арктика, нету. Поэтому, скорее всего, из сериалов останется только КВ. Льдина. Льдина является одним из отрицательных персонажей. Но в союз с миром вступает она одна из самых могущественных королев. И королей. Управляет магией, может заморозить любого, кто не понравится. Она очень большая, но красивая. Это подтверждает то, что бродяга сказал, что она превосходна, как снежинка. Льдина заморозила бывшую правительницу снежных котов. Война. Во Фронксе много войн. Причем война идет не от других стран, а от городов. Например, кошки, собаки, драконы-насекомые, птицы, ящерицы. И так далее. Решения этой проблемы нет. Поэтому Вероника пытается добиться мира сама. Глубины. Кристаллы зательных островов. Когда-то, очень давно, кукловод украл кристаллы у пророка и закинул в кожаный мешок. Через лет сто Ариша приходит читать свитки. И кукловод, не зная, что хранится в кожаном мешке, отдает ей. Дома она вытащила кристаллы из мешка, и они показали карту на зательные острова. Бездна. Тайное обличие Вероника довольно странно себя ведет в последнее время. Иногда пропадает это все ее второе обличие. Она надевает маску и убегает из дома. Уже в обличии Ники она познакомилась с котом по имени Бродяга. Они стали лучшими друзьями. Бродяга помогает ей сбежать из города кошек и узнает, что Ника на самом деле Вероника. Аж одевает она эту маску, чтобы убежать от проблем и чтобы все злодеи не метались за ней по всей Фронксии. Пустота. Пустота. Доверься мне. Доверься мне. А Энбер говорит то, что да, я доверюсь мне. То есть не да, я доверюсь тебе, а да, я доверюсь мне. Это ошибка в озвучке, так как озвучивает это все один человек, я. Я тебе смогу помочь, доверюсь мне. Мне и так доверюсь тебе. Ужасный момент. Итак, я наконец-то из вот этой ужасной анимации сделала что-то стоящее. И можете ждать следующей анимации с радостью, потому что они теперь очень хорошо проделаны хотя бы. Ну, как сказать, не очень, но анимация стала более приятная на глаз. Итак, всем пока. С вами была Вероника ЛПС. Прилайкер. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и ставьте лайки. Гудбай!